Всем здорова, чуваки! Вы находитесь на канале Мишарин, меня зовут Сергей и, возможно, вы не поверите, но я для вас зашел очередную пушку. Как вы знаете, существуют так называемые стоки. Это площадки, на которых размещаются различные люди, то есть они продают на этих площадках свои фотографии, видео, различные шаблоны After Effects, шаблон, например, Pro Da Vinci и много-много всего, звуки и так далее. Такие площадки бывают как бесплатные, так и платные. На бесплатных обычно мы можем качать какие-нибудь звуки, видео и фото. Графических элементов, как правило, на бесплатных площадках нет, либо они прям супер ужасные. И есть еще платные площадки, и вот про одну из них мы сейчас с вами поговорим. Это сайт pickbest.com. Как видите, сейчас мы на главной странице, и у нас есть всякие какие-то всплывашки, что-то неграничное скачивание, потом какое-то время, но это не суть. Самое главное, о чем бы я хотел прямо сейчас вам рассказать, это о том, что у этого сайта есть главная отличительная особенность от других стоков. Но обо всем по порядку. Для начала давайте покажу вообще, что есть на этом сайте. То есть мы можем перейти в категории. Сразу видим, здесь есть какие-то шаблоны, графические элементы, фон, иллюстрация, видео, звуковой эффект, звуковая дорожка. Естественно, что нас больше всего интересует, это видео. Я уже немножко посидел на этом сайте и понял, что во вкладке видео есть как шаблоны After Effects, так и просто какие-то видосы. То есть если мы наведем вот так мышкой, мы можем посмотреть какой-то динамический шаблон. То есть мы скачиваем этот проект, открываем в After Effects, например, и меняем просто текст, картинки на видео, либо на свои картинки. И у нас получается своя готовая заставка. Также помимо заставок, как я и говорил, есть видосы, например, вот такого 4К реальный снимок, видимо, природы. Ну и как вы поняли по тексту этих шаблонов, скорее всего, это китайский сток. Шаблонов тут пока что не так много, потому что, скорее всего, этот пикбест еще только начинает развиваться. Поэтому давайте расскажу вам про самую главную фичу, отличающую ее от других стоков. Как я и говорил, этот сток платный, поэтому здесь есть две версии планов. Ну, наверное, так я объясню. То есть есть премия, вот здесь она нарисована, и предприятие. Премия – это, получается, личное коммерческое использование, когда вы, например, скачиваете проекты и используете, например, в своих проектах на YouTube, ну или просто в каких-то видосах, которые вы используете в личных целях. Ну и предприятие – это тот план, при котором вы можете скачать какие-то шаблоны и использовать уже в коммерции. То есть, не знаю, там, если вы, не знаю, решили сделать ролик для Макдональдса и использовали какой-то шаблон здесь, то есть вставили в него свои видео, свои фотографии, вы можете спокойно крутить это по ТВ, и вам никто ничего не скажет. Но, давайте перейдем в премию для личного использования, потому что, например, я вот сижу на YouTube, и мне нужна какая-нибудь заставка, да? Переходим в премию, смотрите, нажимаем на премию, и тут мы видим три плана. Как вы знаете, у стоков обычно есть какие-то три вида оплаты, то есть там разовая оплата, ежемесячная оплата и там годовая оплата. Но здесь самое прикольное, помимо так называемой ежемесячной премии в 19, ну, в 20 долларов, окей, вы можете совершать 30 загрузок в день, личное коммерческое использование, понятно. Ежегодный премиум, то есть в год мы оплачиваем 40 долларов, получается 3 доллара в месяц, вообще это прям копейки, 100 загрузок в день, также личная коммерческая лицензия. И самое главное, это пожизненная премия, это то, чего я, наверное, еще не видел ни на одном стоке. То есть вы оплачиваете, допустим, прямо сейчас 50 долларов, и вы пожизненно на этом сайте можете скачивать все, что угодно. А сейчас очень важная информация, друзья. В описании под этим видеороликом я оставил специально для вас ссылочку, перейдя по которой вы можете активировать 7-дневную бесплатную пробную версию, для того, чтобы вы могли потренироваться, поскачивать какие-либо файлы и использовать в своих проектах. И еще раз повторюсь, ссылочка будет в описании. И что мне кажется, да, так как эта площадка сейчас только развивается, получается, что в какой-то момент просто пожизненной премии не будет. Ее по-любому снимут, потому что это невыгодно будет для площадки. Сейчас да, потому что сейчас как бы шаблонов не особо много, надо завлекать каким-то образом людей, поэтому за 50 долларов, ну это, блин, подарок. Тем более, что пикбест, если он будет дальше развиваться, конечно, то на нем будет все больше и больше различных шаблонов. Я уже посидел, кстати, посмотрел различные звуки, и звуки там уже прикольные, всякие в уши можно скачать, в жухи, фухи, пухи и так далее. То есть для саунд-дизайна есть что скачать, есть что использовать, очень прикольно. Ну и как мы видим, здесь написано неограниченное количество загрузок навсегда, личная коммерческая лицензия навсегда. Не знаю, конечно, когда эта пожизненная премия исчезнет, но я думаю, что совсем скоро, потому что не бывает пожизненной премии так долго. Даже несмотря на то, что этот сток, ну, как я понимаю, китайский, то все равно язык русский здесь поддерживается. Здесь очень много различных языков, можем выбрать русский. Вот, как мы видим, когда мы открываем вкладку видео, также есть звуковая дорожка, можем перейти сюда. И вот здесь, например, воспроизводим какой-нибудь звук. Дальше можем звуковой эффект посмотреть. Вот здесь как раз находятся всякие жухи, шухи, пухи. Но они довольно качественные, прикольно. Кстати, регистрация на этом сайте очень простая. Мне лично удобнее было перейти через свою гугл-почту. Чтобы показать вам, как вообще все здесь работает, как скачивать и так далее, я уже купил пожизненную премию. Сейчас перейду на свой второй аккаунт. Как видите, рядом с моей иконочкой есть корона. То есть сейчас для меня доступно неограниченное количество скачиваний. Я могу скачивать что угодно, когда угодно и вообще все, что захочу, пока не забью себе всю память на компе. Давайте перейдем в видео. Мы занимаемся видеосъемкой, видеомонтажом. И, например, скачиваем, не знаю, ну вот это, да, динамическое открытие моды. Переходим на эту страницу. Мы можем посмотреть этот проект со звуком. В общем, вот такой вот прикольный проект. Теперь все, что нам нужно сделать, это просто нажать кнопочку скачать. Нажимаем на нее и жмем клик-то старт. Все, загрузка началась и дожидаемся ее окончания. Итак, я разрехивировал папку с проектом After Effects. Как мы видим, тут есть три проекта. То есть квадратный формат 1080x1080. Далее есть вертикальный формат этого шаблона. И есть обычный Full HD формат 1920x1080. Допустим, он нам и нужен. Открываем его. При открытии проекта у нас возникает вот такое вот предупреждение. After Effects нам говорит о том, что у вас нет такого шрифта, который использовался в этом проекте. Он называется Metropolis Black. Вот как видите, здесь все подписано. Мы можем его вбить в интернете, скачать и также использовать здесь. Но, скорее всего, этот шрифт вряд ли поддерживает кириллицу, поэтому мы не будем его скачивать. Нажимаем ОК, выберем какой-нибудь свой шрифт. Сейчас мы немножко уменьшим качество, чтобы был лучше предпросмотр. И давайте глянем, как выглядит этот проект. Воспроизводим его. Вот, как вы видите, шрифт уже другой здесь. Но все элементы, они сохраняются. То есть все элементы анимации, то есть шейпы, анимированный текст, они, как видите, здесь имеются. Нам остается только добавить сюда какие-то фотографии. Как это сделать? Все очень просто. Здесь имеются три папки. Placeholders, Assets и Media. Если вы скачиваете какие-то проекты After Effects со стоков, обычно папки могут называться по-другому. То есть, например, если вам нужно добавить какие-то картинки, папка может называться Images, либо там Videos, если видео добавляете и так далее. Здесь эта папка Placeholders. Мы ее открываем. Видим, что тут 15 композиций и еще есть композиция для логотипа. Каждую из этих композиций мы можем по порядку закидывать, не знаю, там, какие-то картинки, либо видео. Поэтому давайте сначала импортируем сюда фотки. Я не буду импортировать видео, потому что они долго будут прогружаться. Итак, я импортирую сюда сейчас 15 фотографий. И сейчас мы заходим в Placeholders. Открываем первую композицию. Давайте сразу откроем вторую. Сразу откроем третью. Четвертую. Пятую. И так далее. Теперь заходим в первую композицию и закидываем первое фото. Допустим, растянем вот так вот. Потом вторую композицию, второе фото. Опять же растянем вот так вот. Как-то подгоним по размеру. Третье также закидываем и подгоняем по размеру. Ну и так с другими композициями. Итак, готово. Я импортировал в каждую композицию какую-то фотографию, какую-то картинку. И в ту композицию, где должен быть логотип, я также импортировал фотку. Просто для наглядности. Итак, смотрим и видим, что те фотографии, которые мы закинули в каждую из композиций Отображаются у нас в общем проекте То есть ничего делать по сути не нужно Вам нужно закинуть свои фотки, либо вместо фоток закинуть видео И у вас будет готовая заставка Ну и естественно вы можете также менять текст Как мы видим, вот здесь красненькие вот эти вот прямоугольнички Это и есть тот самый текст Например, выделяем первый и вместо вот получается этого Пишем свой текст, мой проект Как мы видим, он даже дублируется вот здесь вот Получается очень прикольно Хопа, мой проект В общем, таким образом, также еще меняете текст на свой и получаете готовую заставку В общем, наверное, это все, что вам нужно знать о сайте Pickbest Именно если вы занимаетесь видеосъемкой Хотите использовать какие-то шаблоны After Effects и так далее В общем, такие дела, друзья Я, конечно, не знаю, появятся ли еще когда-нибудь какие-то стоки с пожизненными премиями Но вот здесь и сейчас это можно сделать Даже если потом они не станут убирать пожизненную премию Она явно станет дороже Потому что проектов станет все больше Различных загрузок будет совершаться все больше Авторов будет на этой площадке все больше И естественно от этого цена будет расти Ну а если вам ролик был полезен и он вам понравился Обязательно ставьте побольше лайков под этим видео Подписывайтесь на канал Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!